Мешает реклама? Жми на крестик! Всем привет! Привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала! С вами по-прежнему Аракис и вы знаете, недавно я делал видео гайд для новичков по дебафам, ослабляющим эффектам. Многие написали мне вконтакте после этого, чтобы я сделал подобный гайд по бафам, то есть усиляющим эффектам. И сегодня, я думаю, будем обозревать все бафы, которые есть в игре. Надеюсь, я ничего не забыл. Опять же, повторюсь, гайд для новичков, то есть большинство игроков, наверное, уже будут знать, что дает каждый баф, хотя, может, для себя вы что-то иное откроете. Итак, приступим. Начнем с первого такого бафа, как контратака. Контратак, контратака, да. Персонаж с этим бафом контратакует ударившего его противника с помощью первого навыка. Что это значит? То есть, если есть какие-то бафы, дебафы, там, заклятия плохие, там, хорошие на первом скиле у монстра, то есть он при контратаке, при этом бафе, он будет наносить вот эти вот дебафы на того врага, который его атаковал. То есть, он сможет там дот накинуть, там, все дела, то есть все вот эти вот проклятия, либо хорошие усиляющие эффекты с первого скилла. Также это работает, вы знаете, с такого комплекта рун, как ответ контратак, и по-разному его называют в игре. Как пример, я взял водяного инугами и кару, или, по-моему, так его зовут, да. На первом навыке он имеет шанс наложить дебаф на защиту. Это значит, что этот дебаф может пройти при контратаке, неважно от его бафа, либо если вы оденете, там, комплект рун контратак. Ну, в общем, механика точно такая же. Ну, вы знаете, этот баф также можно снять. Самое главное, что не забывайте, что контратака не засчитывается за полноценную атаку. То есть, к примеру, да, вот вы можете посмотреть сейчас на моих монстров, на них висит баф на атаку. Если монстр меня атакует, и на этом монстре висит этот баф атаки, к примеру, просто пример, и в этот момент он контратакует, с этого моба не слетает баф, то есть, один ход не тратится, потому что это не считается за ход, за полноценный ход. Монстр наносит в этот момент 75% своего демеджа, то есть, не 100% демеджа, который он мог выдать в свой ход. Также это работает с таким комплектом рун, как Виолент. Ой, прошу прощения, я здесь написал по старой привычке 20%. Да, Виолент 22%, вы знаете, сейчас для первого хода. Для второго, я уже не помню, но ладно, для первого хода 22% шанс у него есть. То есть, при втором ходе, который вы получили дополнительного хода, вы также будете бить не на 100%, а на 75%. Если вам там повезло, вы походили третий, там четвертый раз, также 75% от дамаги. Да, это, я думаю, немногие знают, и отчасти это можно использовать, так как вражеский ДД не выдаст максимум демеджа, который смог бы выдасть. Но все равно, комплект рун, как Виолент, он является топовым в игре, и все его пытаются заполучить. Да. Так, не знаю, правильно ли я сделал, что взял этот баф на обзор, так как этот баф действительно эксклюзивный. Я просто не нашел других монстров, у которых он есть, вот именно вот такой вот баф. Али, контратак, союзная контратака. Сейчас этот эксклюзивный навык, вот прочитаю то, что написал, находится и есть у пробужденного Лайт Йети, то есть Йети Света, который дает 50% шанса на контратаку при атаке врага союзников. То есть он вешает этот баф, и если вашего союзника контратакуют, то есть этот Йети может там в ответ навалять этому персонажу. То есть этот Йети встречается в башне, в хард-версии, попадается там в обычной нормале, следовательно, и желательно не дать бафнуться этому Йети, потому что в ответ будут наноситься достаточно большие тычечки. Потому что на хард-версии, вы знаете, монстры еще сильнее, чем выше этаж, тем сильнее монстры становятся. Мы перешли к иммунитету, имьюнити там, иммунка, по-разному называют в игре ее. Этот баф дает полный иммунитет от любых дебафов, включая уменьшение текущей скорости, то есть от Акбара, да, то есть блокирует их наложение. Если вкратце сказать, ни один дебаф не пройдет. Да, то есть этот баф, вы знаете, чаще всего используется у кого? У такого персонажа, как Хлоя, конечно же, у нее есть третий скилл, который накидывает иммунитет на два хода. Множество персонажей на самом деле есть в игре, которые накидывают, вы знаете, у Дина Ветра, она же Делфой, также накидывает этот иммунитет. Работает он у всех одинаково, да, есть разница между временем, то есть между количеством ходов, сколько он там работает на один, ход на два, там хода на три, к примеру, как у Велика Велоджуэля, в смысле Арха Огня. То есть, если в сумме сделать заключение об этом бафе, он очень полезен. Пиво даже полезно, особенно, говоря, с молоком. Попробуем. Особенно в лейте, так как в лейте, вы знаете, многие играют через расколы, через кучу множества дебафов и тому подобное. То есть, этот баф вас не раз спасет и не даст врагу накидать на вас всякую каку. Итак, такой баф, как инвизибли, неуязвимость, блокирует весь наносимый урон, в том числе доты и бомбы. Да, это тоже важно. И буквально минуту назад мы обозревали такого персонажа, как Хлою. У Хлои также есть этот баф иммунка, плюс вот эта вот неуязвимость. И не пройдет никакой абсолютно урон. Не важно, какой он там будет, на тысячу, на десять тысяч, пять тысяч. Бомба, это дот, дэмэдж овертайм, то есть, это вот этот вот черепок. Ничего не работает в этот ход. Следовательно, можно законтролить, законтрить, даже, как бы это правильно выразить, каких-то бомберов. Либо, вот, к примеру, есть вражеские дд, вы знаете, что вот сейчас вот он походит. И ваша Хлоя в этот момент кинет вот эту вот неуязвимость. Следовательно, ни один ваш монстр не пострадает, пока висит этот баф. Очень полезный баф. И Хлоя, конечно же, рулит вместе с ним. Шилд, щит, снимает весь входящий урон, включая доты и бомбы. Размер щита индивидуален для каждого случая. Почему я это также добавил? Потому что, вы знаете, есть в игре такой сет рун, как Шилд. По-моему, так он называется. Да, вы знаете, что он дает 15% от максимального ХП вашего персонажа. Возьму просто, к примеру, такого персонажа, как Арнольд. Вы знаете, персонаж по классификации здоровья, то есть, он жирный по своей природе, да. Жирный обзываюсь, ужас какой. Вот, то есть, в среднем у него 35-45 тысяч ХП, ему разогнать не так уж и тяжело. То есть, вы можете сами посчитать, сколько даст вот один комплект рун. Вы знаете, он из двух частей состоит. И многие недооценивают такой комплект, так как он часто даже где-то может вас спасти. Он висит три хода, насколько я помню. В начале боя он сразу же активируется до хода любого вашего врага, даже пускай у него там будет миллиард скорости. И сами можете посчитать, сколько от 40 тысяч будет 15%. Но самое важное, что не все знают, потому что не стоит одевать... Сейчас посмотрим, что нам интересного дали. Точность. Ладно, оставим, может пирату пойдет. Не стоит одевать этот комплект рун, разве что у вас там не супер-мега статы, допы и тому подобное, на таких вот тонких персонажей, типа там Люше, в общем на ДДшников, у которых там до 20 тысяч хп. То есть, оно даст реально маленький-маленький прирост. И желательно такой комплект рун надевать либо на жирных саппортов, либо просто жирных танков. И он вам поможет. Вы знаете, этих комплектов можно одеть три, и все в сумме они, да, работают. То есть, в сумме 45% от максимального количества хп получить. Это реально круто, да. То есть, это действительно не мало, и это очень хорошо работает. Но мало кто будет одевать три комплекта таких, разве что на какого-то из персонажей, который не будет нуждаться там в каких-то комплектах, типа Виолента. Но Виолент, по-моему, можно одеть любого персонажа, и он будет рулить. Да, и что еще вот во второй части, что я сказал, размер щита индивидуальный для каждого случая. Потому что, вы знаете, есть такие персонажи типа Акасис, есть селф-бафы, такие как у Рины и у Фука. Вы знаете, у них там по-своему работает этот баф, и для каждого случая действительно это все индивидуально. Но самое главное, что он снижает весь урон. То есть, идет какая-то вот статика, к примеру, там, если заговорить о сете рун, либо просто, вот, возьмем пример, ваш вот этот вот баф щита должен добавлять вам 5000, к примеру, хп. И вражеский ДТ, к примеру, там, должен ударить вас на 10 тысяч. То есть, 5000 блокируется, щит снимается, неважно, сколько он бы на вас еще висел, 1, 2, либо 3 хода, и пробивается еще на 5000. Очень полезный баф, на самом деле, и многими еще недооцененный сам факт присутствия этих рун в игре. А рефлект дэмэдж, отражение урона, отражает 33% от нанесенного урона на атакующую. То есть, даже если посмотреть по картинке, и те, кто играли в такую игру, как Линэйдж 2, там, по-моему, у танков типа Дарк Эмэджа и тому подобное, была нарисована что-то типа такой картинки подобное, потому что там, по-моему, щит был, и стрела вот эта вот сломленная. На самом деле, прикольное такое вот воспоминание детства, да. Вот, например, если персонаж А наносит урон персонажу Б в 100 единиц, просто пример, то после отражения персонажа А получит удар на 33 единицы. То есть, не работает самое главное для дотов, потому что мне часто задается, мне на самом деле этот вопрос, так как подписчикам все больше, и вопросы реально разнообразные. Работает ли эта контратака на доты? Нет, дот имеет свою, так скажем, природу, то есть, он срабатывает по своей схеме, то есть, ой, вообще шла коруна, то есть, он наносит всегда 5% от максимального количества здоровья, да. И дот, самое главное, может, я это добавлю еще в отдельные видео, дот может убить. То есть, это не какой-то яд, что доведет до одного хп, и все, то есть, дот убивает. Да, на самом деле полезный баф, но не сказать, что, во-первых, он есть далеко не у многих, и очень мало персонажей, которые его имеют, и на самом деле очень редко используется, поэтому просто как в обзор я его должен был добавить, чтобы вы знали, что, сколько и как он дает, и самое главное, что он не работает против дота. Эндур, стойкость, не дает персонажу с этим бафом умереть, оставляя его показатель хп, то есть, здоровье, да, равным одной единице. То есть, если у персонажа осталось здоровье гораздо меньше, чем на один удар, то на нем находится этот баф, и на нем, точнее, находится этот баф, то какой бы урон ему не нанесли, он не умрет, а останется с одним хитпоином. То есть, если перевести, к примеру, возьмем такого персонажа, как Федора, да, вы знаете, это рыцарь смерти воды, он редко многими юзается, но, скажу так, сейчас, так как включили Лича, ой, Лича, Гидру, прошу прощения, на Гидре, Федора юзается очень часто, потому что, вы знаете, третьим скиллом, он мало того, что снимает все бафы и со всех, так еще и накидывает иммунитет на два хода, и вот этот вот баф Эндур. Следовательно, он защищает от смерти все свое пати, то есть, какой бы урон не нанесли, там, 10 тысяч, 50, 250 тысяч урона, персонаж под этим бафом не умрет. Ни хера! Но, вы знаете, его также можно снять, но и некоторыми персонажами можно продлить. Итак, перешли мы к Блесет, благословление, это синий крест, восстанавливает хитпоинты, то есть, здоровье в размере 15% от максимальных, срабатывает в момент хода цели, вне зависимости от оглушения, заморозки, сна и т.д. То есть, почему я добавил вот это вот оглушение, заморозки и сна, потому что немногие знают, что, к примеру, этот баф все равно хилит. Ну, те, кто играет давно и вообще часто встречаются против таких персонажей, как Арх Воды, вы знаете, он не самый редкий персонаж уже в игре, то есть, много игроков уже заполучили этого Арха, как его достать? Ну, блин, вам должно повезти, и я просто поставил как пример. Да, Арха Водянова, вы знаете, у него этот баф на все пати, и он там, по-моему, 3 хода действует. И сами задумайтесь, за 3 хода каждому персонажу, члену пати, восстановить по 15% от его максимального. Не от максимального персонажа, который накинул этот баф на кого-то, а от максимального здоровья персонажа, на котором он висит. Это действительно важно, потому что многие путаются в этом и не понимают, как на самом деле он работает. Что еще немаловажно, скажу, что да, есть такой, как, назовем, контра этому бафу. Ну, во-первых, его можно всегда снять, конечно же. И есть в игре дебаф, вы знаете, как крест красный, то есть, нельзя через него подхилить. Этот баф также не будет работать, когда на вас будет висеть этот крест. Также вот этот баф я не думал, что возьму в обзор, но, в принципе, отчасти он должен быть здесь, потому что, ну, кто-то, возможно, не знает, как работает вот этот... Его по-разному называют, бессмертие. Его можно вот сравнить, почему я сказал вот и написал внизу, что работает по такому же принципу, как эндур, то есть стойкость, которую мы недавно обозревали. Потому что этот баф есть, ну, вот именно с таким значком, он есть у кого? У такого персонажа, как Теомарс. Вы знаете, у него третий скилл, пассивка, потому что, вы знаете, Теомарса, когда только ввели, у него не было этого бафа. То есть, когда его доводят, так скажем, вот, я даже прочитаю правильно, эксклюзивный навык Ифрита воды Теомарса, вот, при получении фатального урона, получает этот селф-баф на один ход, который не дает ему умереть. Его можно снять, заблокировать, откатить. Что это значит? Это есть множество дебафов, которыми можно его, либо увести этот, его баф в откат, либо заблокировать какими-то там бафами, типа, как он там называется, банди... В общем, птичка такая. Ладно, да, это вы можете посмотреть у меня в прошлом выпуске. И либо откатить. Что значит откатить? Есть такие персонажи, как буквально недавно мы о ней говорили, Ундина Ветра. Вы знаете, вторым скиллом, если он пройдет, она может откатить ему этот баф, следовательно, увести, по-моему, у него там сколько, 8 или 10 ходов откат у Ифрита. Следовательно, вы сможете этого синего Ифрита заваншотить, и этот баф даже не вылезет. Но, если этот баф у него появился, следовательно, вы его давили до критической точки, то есть до 1 хп, у него появляется автоматически этот баф, даже если он до этого стоял в стане. Даже если он стоял в стане, он у него появится. В этот момент убить вы его не сможете, какой бы вы урон и какими бы средствами вы бы не наносили. И про контру я уже говорил, то есть это прямая контра, естественно, ему это такой персонаж, как Тесарион, то есть это огненный Ифрит, вы знаете, он просто выключит его пассивку, все две части его пассивки, то есть это урон, который он увеличивает по всем стихиям, и вот, не появится вот этот щит. Increase Attack Power, увеличение силы атаки, увеличивает весь наносимый урон на 50%, также работает с навыками, восстанавливающими хп, то есть здоровье. Почему я взял это в учет? Потому что, я думаю, это нужно было добавить, немногие это знают, либо просто где-то забывают, либо не берут в учет. Вот, в случае, если сила лечения зависит от атаки, к примеру, я взял вот, самую популярную персонажа в игре, так как он дается, это ваша первая тройка в игре, она дается всем, там, по выполнению вот этого квеста начального, да, то есть это Water Fairy, водяная фейка, да, вы знаете, что у нее со второго скилла есть подхил, и чем больше у нее атаки, тем сильнее она хилит, какого-либо персонажа, либо себя. Это часто встречается у персонажей, вот, к примеру, можно взять танцовщица Водяная, Мих Янг ее зовут, но в чем минус у нее, в том, что она, да, хилит от атаки, следовательно, если вы ее сделаете, как атакующего, ну, не назвать атакующего персонажа, если вы сделаете много атаки, она потеряет в защите и в хп, то есть в здоровье своим, следовательно, ее будет легче убить. С другой стороны, если вы с ней сделаете такого жирного танка, типа 40 тысяч хп, вы потеряете в атаке, она будет слабее хили, то есть такое, ни рыба, ни мясо, и многие ее считают кормом для других стихий, я в этом, по большей мере, соглашусь, но где-то иногда, она даже будет лучше, чем другие какие-то стихии, но это очень редко, индивидуальные случаи, да, поэтому чаще всего ее скармливают. Что еще хочу сказать, по поводу этого бафа, баф, вы знаете, работает также на бомбы, и я это недавно буквально обозревал, на что этот баф не работает, так на доты уж точно, да, кто-то еще спрашивал у меня, я знаю, что дот наносит 5%, хорошо, а если еще накинуть вот этот атак пауэр, то есть баф на атаку, будет ли дот наносить там, к примеру, 7,5%? Нет, не будет, народ, не работает, дот всегда наносит 5%. Increase Defense, увеличение защиты, баф на защиту, по-разному, не знаю, просто щит называют, увеличение, увеличивает всю защиту монстр на 50%, отлично работает с навыками, урон которых зависит от количества защиты, к примеру, Living Armor, Wind, почему я его взял, вы знаете, это Copper, то есть медь, как его еще, не знаю, рыжая банка его, я еще слышал, называют, вы знаете, у него 3-й скилл, насколько я помню, там и первый, в общем, у него скилл 3-й, уж точно, работает от защиты, чем больше вы ему сделаете защиты, тем больше он урона нанесет, что еще хочу сказать, по этому бафу, вы знаете, есть такой монстр, как Эл-Адриэль, по-моему его зовут, да, это Арх Света, и он встречается в башне, это босс на одном из этажей, вы знаете, этажи меняются, почему я заговорил о нем, потому что многие забывают о том, что первый скилл его бьет достаточно больно, из-за того, что он во-первых в боссе, еще и смотря на каком этаже он будет, и такой дебаф, дебаф, да, не забывайте, дебаф, как на уменьшение защиты, реально снизит его атаку с первого скилла, потому что вы знаете, он еще и контратакует со всех вот этих вот критов, у него бассивка противная, и где-то это вам сможет и помочь, перешли мы к такому интересному бафу, как инкрея с критикал рейд, увеличение шанса критического удара, увеличить шанс критического удара на 30%, именно шанс, да, потому что многие путают, а не силу критического урона, то есть, потому что кто-то у меня даже задавался вопросом, вот я допустим, вот у меня есть шарик ветра, это аквила, я бафнулся этим шариком, но почему-то урон мой люшен как выдавал, ну вот по 5000, да, там 3 карты так и выдает, то есть, да, урон он не увеличит, а вот шанс того, что вы нанесете критическую атаку, да, увеличится, и вы знаете, шанс крит удара максимальный 100%, ну это и логично, да, 101 не бывает, 99 это плохо, если у вашего какого-то там ведра, либо Ахмана 99, вы знаете, у меня было, что на Ахмане 98%, что на моем ведре 99%, и вроде бы 1, там 2% несчастных не хватает до 100%, но уверяю вас, оно настолько часто не срабатывало, это так бесило, у ведра, у которого 2 атаки с первого скилла, и на каждую атаку идет свой расчет шанса крита, и он с 2 атак ни разу не кританул, это было просто, аааааааааа, Греас спид, увеличение скорости, баф на скорость, как его еще, не знаю, обозвать, увеличивает максимальную, а не текущую скорость персонажа на 33%, поскольку каждый ход полоски скорости восстанавливается в одинаковом процентном соотношении для всех участников боя, то можно сказать, что персонаж действительно ходит быстрее. Также работает с такими персонажами, у которых урон зависит от скорости, то есть от спида. Чем ее больше, тем больше урона. К примеру, я взял вот самурая ветра от фонаря. Да, также вы знаете, у всех ифритов с первого скилла, первый скилл, точнее, зависит от скорости атаки, чем больше скорости атаки, тем сильнее он ударит. Там уже насколько сильнее все, это мы не будем просчитывать, потому что это немножко геморройно высчитывать, да. Что еще скажу по этому бафу, не путайте его с увеличением атакбара, потому что многие думают, что вот они повесили этот баф, блин, и у них атакбар будет там в 10 раз быстрее увеличиваться. Нет, скорость, как бы она, естественно, будет больше. И это даст вам привилегию в бою, уверяю вас. Но атакбар это увеличение именно полоски. К примеру, если взять такого персонажа, как Меган, это ведьма воды, вы знаете, с третьего своего скилла на всей пати увеличивает атакбар на 20%. Если поставить пример и объяснить, что это значит. Все ваши персонажи просто, как в пример, начинают, допустим, в бой, имея половину полоски атакбара. Возьмем от фонаря 50%, да. Следовательно, когда ходит Меган, она увеличивает 7 плюс 20, и полоска эта станет, ну, не на 50% заполнена, а на 70%. Вот что такое атакбар, и вот в чем отличие между скоростью. Скорость, конечно же, влияет на скорость заполнения атакбара, но не путайте, это немножко все-таки другое. Также недооцененный многими баф, такой как Increased Critical Protection, да, защита от критических ударов. Уменьшает шанс критического удара по обладателю этого бафа вдвое, на 50%. Например, вот взял Хеллбаунда, имеет critical rate, то есть шанс крита в 100%, то есть каждый удар он критует. Тем не менее, если Хеллбаунд, Хеллхаунд, блин, что я его Хеллбаунд называю, атакует персонажа с действующим бафом, Increased Critical Protection, то шанс крита будет уменьшен на 50%, то есть будет реже в два раза, ну, реже критовать, скажем так. Боже, опять говноруда, не везет мне на руды. Если же изначально шанс крита был, к примеру, 60%, то в случае с бафом он станет 30%. Что скажу и как бы это перевести бы на нормальный человеческий язык? К примеру, возьмем таких персонажей, вот как вы видите. У меня ведро и такой персонаж, как Ахман. Вы знаете, они зависят от такого показателя, как крит шанс, и он должен быть. У них 100% для того, чтобы они показывали свой максимум. То есть Ахман, в свою очередь, хилил всю команду, а ведро ускорял всю команду. И если у них там меньше, чем 100, то есть 99, 98 и так далее, то это уже плохие персонажи, и они не выдадут тот максимум, который они могут выдать. Да, желательно сделать им 100%. И что скажу по этому бафу, то есть в сравнении с этими двумя персонажами? Этот баф их отчасти даже контрит. Почему? Потому что эти персонажи начнут 2 раза реже критовать. Нет, я не говорю, что да, вот всегда и 100% будут реже критовать, потому что я знаю, то есть когда я воевал против Акасис, не факт, и у меня часто мое ведро критовало и по 2 раза, и не всегда срабатывает все-таки этот баф 50%, вы знаете, эта штука такая, рандом есть рандом, и игра из-за этого и интересна. Да, но баф на самом деле очень и очень полезный. Думаю, многим эта информация была полезна, особенно новичкам, так как немногие знают, как правильно работают какие-либо из этих бафов. О, сыграли в лотерейку, нам дали офигеть, как много, 10 тысяч маны, да, сейчас пойдем на мирового босса, посмотрим, что выдаст нам он сегодня, да. Так, идем мы на босса. Да, что еще хотел бы сказать, не забывайте, что я являюсь гарантом в этой игре, и если у вас намечается какая-то сделка, купить, продать, обменять, не знаю, кому-то, возможно, подарить за деньги, или как бы это назвать, вы можете обратиться ко мне, сделку проведу красиво, четко, и никто от этого не пострадает, не будет ущемлен и так далее. То есть никто никого не кинет, это самое главное. Офигеть, какую мне дали четкую руну, да. Сейчас вторую попытку проведем, тоже на какую-то шлак руну. Ну, в принципе, да, наверное, лучше уж руну получить какую-то вот такую вот фигу... говняную, да, чем вот эту вот ману, потому что, как ни крути, самая, наверное, фиговая здесь руна будет стоить больше, чем то количество маны, которое тут дают, да. Ужасно. Но все равно за 10 энергий получить вот такие плюшки, это как ни крути, неплохо, неплохо. Да, и ни разу, вы знаете, я не выбивал еще ни лего, ничего подобного, ни давил мон, ни не падал. Ну, блин, да, везучий я по игре. Ой, ужасно, блин. И третий бой. О, мы уже в рубине. Ай-яй-яй, не всех я, по-моему, монстров. Да, они у меня в клепке, ладно. Третий бой уже проведу чуть позже, потому что очень долго забирать их монстров. Надеюсь, всем этот гайд был полезен и познавателен, да. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки, да, пальчики ваши вверх. Это благодарность ваша для меня. Думаю, многим чем помогаю. И что еще хочу добавить? Вы знаете, у меня очень много видео на канале. На данный момент их больше 170 уже. И вы сможете найти фактически, наверное, любую информацию, которую бы вы хотели. Особенно для новичков. Очень много всего познавательного. Добавляйтесь в группу. Вы знаете, в группе проходит сейчас конкурс на аккаунт. Конкурс посвящен 8 марта. И заранее не буду девушек поздравлять, а уже поздравлю в стриме, либо в отдельном видео. И те 5 человек, которые, так скажем, не то чтобы не выиграют, а жена моя определит, которые также будут лучшими, я их помимо победителя сниму отдельное видео, либо добавлю в какое-то из видео работы этих победителей. Так что участвуйте, выигрывайте, поздравляйте ваших девушек, жен, мам, бабушек, там, подруг, соседок, всех, кого бы вы хотели поздравить, потому что праздник хороший, праздник весенний. У вас есть возможность выиграть что-то, так еще и поздравить. Не знаю, если вы выиграли, еще и покажете это видео там своим женщинам, которым была посвящена ваша работа. Участвуйте и выигрывайте. Всем спасибо за просмотр данного видео. Удачи вам и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok